В Уральском федеральном университете проходит конкурс социальных инноваций. Студенты и аспиранты предлагают и защищают свои бизнес-проекты. Разработки призваны помочь людям. Начинают покупок в магазинах и заканчивая экономной уборкой снега. Алена Васильевых продолжит тему. Как пользоваться в парке отдых и интернет-услугами? Как добиться малейших финансовых затрат на очистку воздуха в мегаполисе? Аспиранты Уральского федерального университета защищают свои идеи, подтверждая научными фактами. Таковы условия конкурса социальных инноваций. Вот, например, молодые ученые предлагают получить образование через интернет. Те люди, которые не получили должное образование в 90-х годах. Во-вторых, это те люди, которые сейчас с детьми, у которых дети подрастают, да, и родители не могут ответить, скажем, ребенку на тот или иной вопрос. На конкурс социальных инноваций откликнулось больше ста аспирантов и студентов УРФО. Первый отборочный тур прошел в пользу 20-ти. Экспертная комиссия после каждого выступления задает несколько вопросов. Аспирантка Залина Гельванова придумала машину, которая сама соберет снег с дороги, сама же его растопит и утилизирует в канализацию. Финансовая активность состоит в том, что действительно очень дорого вывозить мусор за город. И гораздо дешевле было бы его плавить. Причем применять топливо определенно, например, метан или пропан, да, который является наиболее дешевыми теплоносителями. Предлагает аспиранты бизнес-разработку и в помощь покупателям. Зайдя в торговую точку, рассказывает о своем проекте Семен Губарев. Покупатель находит специальный код и, воспользовавшись специальным терминалом в магазине, заходит в интернет и узнает о товаре всю информацию, вплоть до отзывов. А вот аспирантка Екатерина Резник призывает помочь людям с ограниченными физическими возможностями. И рассказывает, каким образом может окупиться в турфирме тур для инвалидов, например, в Европу. В нашем университете пришла мысль как раз к категории социальных инноваций. Вы видели тот проект, который вполне претендует на самоокупаемость, на участие бизнеса. С этими проектами можно приходить к инвестору, можно приходить в банк, можно приходить в фонд. И доказывать, что у тебя проект приносит не только положительные результаты для людей, но и может принести деньги. Экспертная комиссия объявит победителей уже на этой неделе. Разработчикам лучших социальных проектов выдадут гранты в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Алена Васильевых, Альберт Лудницын, информационная программа «День Екатеринбург».